Прекрасный псалом мы спели. Будь благословен наш Господь. Мы сюда пришли, чтобы прославить Его имя, послушать Слово. И сегодня необычное служение, как вы видите. Я хотел бы обратить ваше внимание на Псалом 33, стих 9. Из Давид говорит такие слова, они очень сильные, даже вот в Новом Завете они актуальны. Он говорит здесь, вкусите и увидите, как благ Господь. Вкусите и увидите, как благ Господь. Когда я был маленьким, родители мне запрещали ходить, ну там, сходить купаться. Мы сами летом бегали купаться, нам было 7-8 лет. И когда я домой приходил, родители узнали, они на меня сильно, сильно негодовали, потому что я ходил сам купаться, я не мог понять, почему так. Почему они, я ж, мне аж 8 лет уже, я ж уже умею купаться, я ж уже все умею делать. Вот, мы уезжали на велосипедах, ездили целыми днями, мы ездили на какие-то походы у нас были. И я не мог понять, когда я домой приходил, целый день у меня дома не было, родители спрашивали, где я был. Я сказал, куда я ездил, как далеко я уезжал. Я видел ихнее негодование. И они, я не мог понять, почему они на меня так, ну, почему они мне такие рамки ставят, и я не могу за них выйти. Но я этого не понимал, пока я сам, ну, не займел детей, потому что ребенок раз на улицу вышел, раз вышел, смотришь, 5 минут, походил по ярду своему, его нету, ты уже начинаешь переживать, когда нашел его, уже начинаешь понимать, почему родители беспокоились, когда вот я ходил, узнавали, что я пошел купаться, когда маленький был. И они так сильно на меня так негодовали, говорили, что мне нельзя так делать, надо только с родителями. Но я не понимал, потому что я не был еще отцом. Вы знаете, в семьях мы ставим правила, мы делаем рамки, можно назвать их как стены физические, да, вот у нас есть стены нашего дома, это наш дом. И так само мы ставим правила в наших семьях, чтобы оградить себя, оградить наших детей, как физические стены, так и духовные стены нам. Нельзя там воровать, нельзя делать некоторые вещи, нельзя говорить плохие слова. Мы эти все рамки ставим. И в церкви эти рамки, они, мы видим их как в виде устава, или есть такие слова в Старом Завете, и в Новом Завете предания. И люди стараются держаться этих преданий, стараются держаться от устава церкви, вера, структура церкви, иногда одежда тоже включена туда. И мы ставим рамки в домах и в церквях, и часто мы не справляемся с этими рамками. Но что является проблемой? Сегодня я бы хотел поговорить на тему, она называется «Жить по правилам или в отношениях?» «Жить по правилам или в отношениях?» Я не буду читать всю эту главу, но здесь, в Матфея 17 главе, если вы хотите открыть, вы можете найти рассказ, когда Иисус взошел на гору. Он взял трое их учеников и пошел туда. Он взял Петра, Иоанна и Иакова. И когда Он зашел на эту гору, Иисус стал другим. Они Его увидели совсем по-другому. Он преобразился перед ними. Там две части. Одна, которая на горе была, и одна, которая внизу горы. И вот это на горе, сверху горы, когда Иисус преобразился. И на этой горе Петр, когда увидел Иисуса в его славе, он уже понял, что ему больше ничего не надо. Он был готов там остаться. Он говорит, Господи, нам хорошо здесь быть. Давайте построим здесь такие домики, кущи эти. И давайте будем здесь находиться, потому что нам здесь хорошо быть. Он боялся, но он не хотел оттуда уходить. Он увидел Иисуса во славе. Его не интересовало уже его предыдущее там ремесло, работа, даже семья его не интересовала. Его был фокус один Иисус Христос. Он встретил его и увидел его не просто как человека, он увидел его как Бога. И затем они собрались, и когда они идут с горы, они шли, размышляли, они встречают одного человека. Одного человека, который пал к ногам Иисуса и говорит, Господи, у меня есть сын, который беснуется. Его дьявол берет, он его кидает в огонь, когда есть огонь. И мы его часто спасали из огня. Когда мы проходили возле воды, дьявол берет его и кидает в воду, и мы ничего не можем сделать. И мы идем, мы его спасаем оттуда уже несколько раз. А если нет воды и огня, говорит, этот человек, он просто падает на землю, и он без контроля. И он говорит, мы, я ничего не могу сделать. Говорит, и вот в 17 главе 16 стих написано, я привел его к ученикам твоим, и они не могли его исцелить. Он говорит, я его привел к твоим ученикам, и они его не могли исцелить. Можем так представить, что вот Иисус, когда был на горе, и пришел этот человек. И ученики до этого, они уже знали, что в имени Иисуса есть сила. Я думаю, вот Петр, Яков, Иоанн были там на горе с Иисусом, а остальные ученики, они, наверное, там кто-то из них главный стал. И вот этот человек привел этого бесноватый, он говорит, давай я за него помолюсь. И он уже с такой уверенностью, наверное, стал на него, начал возлагать руки и молиться. Потом, видишь, что-то не помогает. Они начали, наверное, вокруг него становиться и начали молиться за него. И видишь, что ничего не происходит. Они не могли понять, почему это так. Потом приходит Иисус. И когда Иисус увидел этого человека, он подошел к нему, он одним словом изгнал этого нечистого духа. Встреча с Христом изменила жизнь юноши этого. Молитвы учеников не смогли помогти. Помогла встреча с Иисусом Христом. Петр, когда он увидел Иисуса Христа в своей славе, когда он увидел его лицом к лицу, когда он увидел его как Бога, он не захотел уходить туда, потому что он узнал, кто такой Бог. Сколько раз мы слышим в наших церквях, что помолитесь за детей, за наших жен, или за родственников, которые в мире, или которые где-то блуждают. И я не унижаю молитву, ни в коем случае, потому что молитва – это и есть наше оружие, это и есть наше общение, через которое мы, посредством которого мы общаемся с Богом. Но как бывает, что когда вот, если вот человек вот едет на кемп, да, слушает порочную музыку, и вот после кемпа я слышал был случай, что он ехал назад, и он слушал ту же музыку, и он больше не мог ее слушать. У него уже, он ее просто выключил, потому что он не мог слушать. Люди, которые имели вот внебрачные отношения, они, что-то остановило их, и больше не интересует после одного момента. Они не услышали правила, правильно? Они не услышали закон какой-то, они не услышали список каких-то правил, которые им надо делать, или которые им не надо делать. Они повстречались с Иисусом, они повстречались с Господом, они увидели, кто такой Господь, и правила их уже как не держали в рамках, они просто, у них были просто отношения с Иисусом. Мы не можем остаться равнодушными после того, как мы встретимся с Христом. Я хочу вам предложить место из Писания, Захария, 2 глава, 3-5 стих. Пророк Захария говорит такие слова. Вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. Это он видит видение, Захария видит видение. И сказал он этому, иди скорее скажи этому юноше, то есть Захарии, «Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем». И дальше говорит такие слова. «И я буду для него, — говорит Господь, — огненной стеной вокруг него, и прославлюсь среди него». Здесь Захария видит такое видение, что ангел идет мерять, ну, мерять Иерусалим. А другой ангел выходит навстречу и говорит, «Господь мне сказал, что я буду для него стеной». Вам не надо... Там были вот... Когда в старые времена строились города, строилась одна крепость, город. И вокруг города уже люди заселяли этот город. Там высшее население, высший класс жили в городе, а нижний класс фермера жили за городом. И они... Вот эти люди, которые жили в крепости, они были более-менее охраненные. А те, которые снаружи жили, они не сильно были под охраной. Им надо было, например, убежать в убежище. Но Бог здесь говорит духовную истину. Он говорит, «Я буду для него стеной», — говорит Господь. «И прославлюсь среди него». То есть, Он говорит, что ваши стены и ваши правила, они не помогут вам, не помогут вам оградиться от врагов. Отношения со мной, то есть с Богом, будут огненной стеной. Не простой там какой-то кирпичной стеной. Он говорит, огненной стеной, через которую никто не сможет пройти к нам. Как вы думаете, что движет людей на хорошие дела вообще? Почему люди идут и делают хорошие дела? Потому что они пытаются соблюдать правила? Я не думаю. Я думаю, что людей движет на хорошие дела то, что они повстречались с Иисусом, и они не могут быть равнодушными к этому миру и видеть людей, которые погибают в этом мире. Как вы думаете, что движет людей идти на миссию? На служение там, ехать к бедным каким-то там, ходить по разным хижинам, проповедовать Слово, раздавать им еду. Как вы думаете, что им движет? Или вот молодежь ездит в библейский колледж, они оставляют своих родителей, они оставляют, могли бы идти в колледж простой, могли бы получать education какой-то, которое приобрело бы им какое-то знание. Но некоторые люди, они едут, посвящают себе Богу, и идут в служение в колледж, они изучают Слово Божие, их учат, как идти на миссию. Как вы думаете, что их движет к этому? Я не думаю, что папа и мама просто их вытолкали с дома, и они так, нехотя пошли в этот колледж. Как вы думаете, что движет людей на служение другим людям? Или на чистую жизнь вообще? Почему люди просто хотят жить чисто, не оскверняться от этого мира? Или даже пойти на смерть? Вот если посмотрим Сидраха, Мисаха, Авдинага, почему они не отказались вступить в эту печь? Почему они отказались поклониться? Почему эта печь, она им никакой приоритета не имела? Они даже не боялись умирать. Почему вы думаете, они не боялись умирать? Потому что эти люди, как самопевец Давид вначале я прочитал, эти люди вкусили и познали, кто такой Бог. Они вкусили и познали Иисуса Христа, и они точно знают, кто Он. Им было безразлично, им было безразлично, там, или в вагоне, или на миссию, или что-то, им было безразлично. Они знали, с кем они общаются, они с Ним общаются, они ему задают вопрос, а Он им отвечает. Так происходит только в отношениях. И вот слово «познать» мы прочитали, «вкусите», вкусите и познайте, что такое Господь. 1 Иоанна, 2 глава, 13 и 14 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 13 и 14 стих. Такие слова. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. И написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Я здесь, когда это Писание читал, я заметил здесь такая последовательность, есть слов, идут «познали, победили», «познали, познали, сильны, победили». Вот эти такие ключевые слова. Что такое «познать»? Итак, если мы смотрим на Петра, когда он познал Господа вначале, когда он увидел его Бога в своей славе, всех учеников их просто убили. Один Иоанн остался, и он умер сам своей смертью. И когда его ввели на казнь, он просто не смог отказаться от того, что он испытал, от того, кого он узнал, и он пережил встречу, он познал Бога. И здесь говорит, вы познали, и вы победили. Вы познали, вы сильны, потому что Слово Божие живет в вас, и вы познали, познали, увидели, узнали, кто такой есть Бог. Познать, познать – это победа, это как последовательность познания Бога. Мы побеждаем, когда мы познали полностью Бога, когда мы имели эту встречу с Ним. В отношениях мы должны поддерживать отношения наши. Когда у нас есть отношения с нашими женами, или с мужьями, или с нашими детьми, мы должны их поддерживать. Мы должны общаться, мы должны говорить, мы должны обсуждать разные какие-то нюансы в нашей жизни или темы. Мы должны общаться, мы должны поддерживать отношения. И в Новом Завете мы живем по вере. Старый Завет, там люди видели такие чудеса. Столб огненный был, и разные чудеса были. И они видели это, и все равно у них вера шаталась. А здесь, мы в Новом Завете, мы живем по вере. Мы не видели Христа. Но мы знаем по Писанию, что Он жив. Мы знаем, что Он умер за нас. Мы знаем, что Он для нас сделал. И мы все делаем по вере. Писание также мы принимаем по вере. Перед тем, как Иисус вознесся на небо, Он оставил нам средство, через которое мы можем поддерживать наше отношение с Ним. И это средство у нас стоит сегодня перед нами, здесь на этом столике. И у каждого из нас есть мера готовности к этому служению. Но мы знаем по Писанию, что написано, мы искуплены кровью Христа. Аминь. Мы омыты кровью Христа. Аминь. И мы очищаемся постоянно кровью Иисуса Христа. Аминь. Вы верите, что сила крови, она может изменить наш характер или наши привычки? И вы верите, что в крови Иисуса Христа есть целительная сила, которая может нас исцелить от любых болезней? И даже здесь еще место из Писания есть Петр. Тот же самый Петр. Он понял это. У него есть средство даже от суеты. Он говорит, что 1 Петра 1, 18-19 написано, «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни». Заметьте, от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа. Так что кровь Христа является не только как обрядом, но кровь Христа является поддержкой наших отношений. Когда мы ее принимаем, мы возглашаем, что мы омыты кровью, мы очищаемся кровью, мы обновляемся, мы получаем исцеление, если мы верим. И это все по вере. Если мы верим, то мы получаем. И он говорит, даже от суетной жизни мы получаем освобождение. И нам больше не хочется идти там и делать разные негодные вещи. Мы просто хочем идти и общаться с Христом, потому что нам нравится это делать. А часто я вот слышу, что говорят, что я не готов, я сегодня не буду. А мы не готовы к чему? Не готовы принять силу или не готовы поддерживать отношения с Иисусом Христом, или не готовы получить освобождение от этой суетной жизни, о которой мы так часто заявляем в наших молитвах. Давайте будем жить не в рамках правил, не пытаться каким-то образом сдерживать себя от греха, но жить и поддерживать отношения с нашим Христом. Аминь. Аминь.